И другим темам. Реализация программы создания перспективного ракетно-космического комплекса Байтирек на космодроме Байконур идет по ранее намеченному плану. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщил директор проектного офиса Байтирек Сырым Интымаков. Динар, этот проект является совместной инициативой Казахстана и России с равным долевым участием обеих стран. Наше государство взяло на себя обязательство модернизировать наземную инфраструктуру стартовой площадки. Россия создание ракеты среднего класса поколения Союз-5. И вот какие же все-таки перспективы проекта Байтирек в новых политических и экономических условиях в мире? Об этом сегодня во Всемирный день авиации и космонавтики расскажет Григорий Беденко. Начало проекта Байтирек, как известно, было положено 18 лет назад по инициативе президентов Казахстана и России. С тех пор он неоднократно пересматривался, но законченную форму приобрел в 2020 году. Был заключен договор, который предполагает создание комплекса на базе перспективной российской ракеты «Союз-5». Это полутяжелый двухступенчатый носитель нового поколения с современной элементной базой. Он способен выводить в космос до 17,5 тонн полезной нагрузки. Ракета будет летать на новом экологически безопасном двигателе РД-171МВ. В качестве топлива в нем применяется керосин и кислород. С момента заключения договора были проведены реконсировочные работы по определению необходимого объема работ, выпущен эскизный проект и проведены инженерные и изыскательские работы. На сегодняшний день сторонами разрабатывается рабочая конструкторская документация для создания технологического оборудования и проектно-сметная документация для начала строительных работ в текущем году. В соответствии с договором Казахстан взял на себя обязательство полностью подготовить наземную инфраструктуру комплекса «Байтирек». Она заключается в модернизации трех площадок на космодроме – 42-й, 43-й и 45-й. Ранее они входили в состав космической ракетной системы «Зенит». От ее эксплуатации было решено отказаться, как от устаревшей. Площадки уже вывели из состава арендуемых Россией объектов Байконура. В настоящее время они полностью в распоряжении Казахстана. И, как сообщил Сырым Интымаков, работы здесь идут по ранее утвержденному плану. Следует отметить, что общая стоимость проекта составляет порядка 90 миллиардов тенге. На сегодняшний день, с момента заключения договора и выполненных работ, ориентировочно 2,5% были освоены и зарасходованы от общей стоимости проекта. По информации директора проектного офиса СП «Байтирек», руководство Роскосмоса подтверждает, что все обязательства по созданию ракеты СС-5 будут выполнены. В соответствии с ранее утвержденными планами, первый летный образец носителя должен быть создан в конце 2022-го, начале 2023-го года. Предполагается, что в рамках испытаний с Байконура должны быть запущены 4 ракеты СС-5. Вопрос санкций очень новый и актуальный на сегодняшний день. Данный вопрос участниками проекта глубоко изучается, именно влияние санкционных ограничений на реализацию проекта. На сегодняшний день специалистами, в целом сторонами прорабатывается предложение по минимизации негативных последствий, введенных санкций относительно российской космической промышленности. Данный вопрос сейчас могу заключить, что он на стадии анализа. В целом, как утверждают наши специалисты, «Байтирек» должен дать новую жизнь космодробам Байконур. Это и решение экологических проблем, связанных с запусками, и создание новых рабочих мест, и возможность выхода Казахстана на рынок пусковых услуг. Но как этот рынок будет меняться в обозримой перспективе, остается только предполагать. Санкции против России и усиление таких сильных в технологическом плане игроков, как Индия и Китай, может в корне изменить ситуацию. Григорий Беденко, Сабина Балашкина. Итоги дня.